Я хочу представить нашего первого спикера. Это Артем Пуинца, сетевого компания 420Lusion в Одессе. Будет рассказывать замечательную тему про блокчейн. Давайте поприветствуем. Всем привет. У нас сегодня конференция по блокчейну и как можно на этой конференции обойтись без того объяснения, что такое блокчейн и как он вообще работает. Так что я здесь за этим. Начнем. Тема, что вы должны знать о построении блокчейн-систем. И действительно, что же. Вероятно, все или многие из вас знают, что это за эмблемы, типа биткоин, эфир и эос. Некая эволюция блокчейн-систем на одном скриншоте. Но на чем же они держатся? Они держатся, в принципе, на трех таких китах. Это криптография, блокчейн как технология и технология распределенного реестра. Вот они втроем и держат всю эту систему такой, какая она есть сейчас. Криптография. Криптография и то, что используется в блокчейне, в основном это хеширование и цифровая подпись. Это основные технологии из криптографической системы, которая используется в блокчейне. Они отвечают за доверие и за целостность данных в целом. Хеш-функция. Это чистая функция, которая используется для преобразования данных. В основном, какие свойства у этого механизма есть? Это необратимость, это лавинный эффект и это фиксированный размер. Что значит необратимость? Это значит, что из выходных данных, как видно на скриншоте, нельзя получить входные, которые были даны. Так же самое. Что значит лавинный эффект? Это значит, что любое изменение хоть одного символа входных данных полностью меняет выходное значение. И опять же, это видно, я поменял всего лишь одну цифру, значение полностью поменялось. И фиксированный размер, который говорит о том, что неважно, какой у нас был input, а вот тут всегда будет одного определенного размера, исходя из алгоритма хеширования. Что в этом полезного в целом? Во-первых, это сокращает данные, которые мы пытаемся сохранить. Это помогает нам проверить, что данные были действительно те, которые мы хотели сохранить в итоге при проверке. И вот на этом и анонимность также, потому что нельзя получить входные данные из выходных. В целом, вот хеш-функция помогает этому. Дальше. Цифровая подпись. Немножко расскажу о шифровании. В целом, есть симметричное, асимметричное и комбинированное шифрование. Что такое асимметричное? Это когда один ключ используется для зашифровки, и он же используется для расшифровки. То есть есть один секретный ключ, который шарится между двумя людьми, которые передают себе данные. И один использует, чтобы их зашифровать, другой использует этот же ключ, чтобы их расшифровать. В целом, как бы ничего плохого в этом нет. Но если ключ передается в незашифрованной среде, сам по себе ключ другому участнику процесса, то любой, кто его получит, получит доступ к данным. То есть не сильно безопасно в принципе, но при этом очень быстро. Потому что обычно для зашифровки используется побитовый сдвиг или что-то типа такого. Асимметричное шифрование. Что это такое? Это next step, который был сделан, когда используется один ключ для зашифровки, приватный, который есть только у тебя, и один ключ для расшифровки, публичный, который ты можешь дать, переводил, sorry, публичный шифруется, шифруется публичным ключом, любой может зашифровать и отправить тебе, а ты расшифруешь приватным. Вот так она работает. Что же за комбинированное шифрование? Комбинированное шифрование в основном применяется как раз в этом магическом S в HTTPS протоколе, когда благодаря асимметричному шифрованию находится асимметричный ключ. Звучит интересно, как бы, попытаюсь объяснить. Ты меняешься с человеком своим публичным ключом, вот с любым участником сети в незащищенной среде, спокойно передаешь ему ключ, и он на основе моего публичного и своего приватного ключа по Диффи Хельману находит общий шаретки, и потом его используют для зашифровки и расшифровки. Никто не может его получить таким же, потому что для одной пары твоего публичного и моего приватного находится один общий ключ по Диффи Хельману. То есть вот так он устроен. А что такое подпись? Подпись — это нечто другое. Для подписи используется уже не публичный ключ автора, а приватный ключ автора. То есть подписать может только один человек, а верифицировать подпись может кто угодно, кто владеет публичным ключом. Тем самым доказывается авторство данных, а также целостность данных. Потому что если… Вот тут видно на картинке, что Алиса подписывает сообщение «Hello, Bob!» и отправляет сообщение и его подпись. Боб верифицирует Алисуным публичным ключом подпись и понимает, что это действительно от нее пришло привет ей. Но Бобу нужно знать и подпись, и сообщение, чтобы верифицировать данные. Поэтому если подпись будет изменена, то верификация не пройдет. И если же данные тоже будут изменены, то верификация не пройдет. Вот этим полезна цифровая подпись. Она подтверждает владение данных и подтверждает, что данные не поменялись. Блокчейн. Блокчейн-система в целом три кита, да? А что такое блокчейн-технология? Тут все прям приземленно просто. Есть блок и есть второй блок. И между ними связь в виде хэша нулевого блока. Все прям банально. Но из чего состоит блок? Тут чуть посложнее. Это обрезанный вариант одного из фреймворков софтуса. Ну, одного из фреймворков хайперледжера. Софтуса в данном случае. Так вот. Транзакция имеет заголовок. Ну, хедер. Имеет подпись заголовка, которая является идентификатором этой транзакции. А также имеет набор данных, которые хотел передать здесь человек в виде байтов. Что имеет заголовок подписи? Nance. Понятно для чего. Если у нас будет одинаковый пейлот, то и одинаковый публичный ключ отправителя, то только нонс поможет отличить, что это другая транзакция, а не та же. Также имеет пейлот шапп 512. Это хэш всего вот этого пейлота, чтобы проверить, что данные не поменялись. И публичный ключ подписанта, который здесь своим приватным подписал эту транзакцию. То есть все, что я рассказывал в предыдущих, вот оно здесь прям все и показано. Дальше. Что происходит с этими транзакциями? Они собираются в блок. Они собираются в блок. Блок, в принципе, имеет похожую структуру. Список транзакций. Дальше. Заголовок. Подпись, заголовка. Но в заголовке все по-другому. Ну не все, большинство. Вот эта замечательная строка previous block ID, который и показывает, что здесь используется блокчейн-технология. То есть этот блок хранит ID-шник предыдущего блока. И вот эта технология прям в действии. Номер блока. Просто для того, чтобы его идентифицировать помимо подписи. Потому что подпись, она обычно в Hex или в Base64. Это нечеловекочитабельно получается. Также еще номер блока определяет, насколько этот блок опережает предыдущий. Дальше. Тоже публичный ключ подписанта, который здесь подписал. И state root hash. Я про Merkle 3 не буду объяснять. Но скажу только одно, что здесь хранится хэш, которым должен обладать state после применения всех транзакций. Если после применения всех транзакций хэш не сойдется с этим, то этот блок считается невалидным. DLT. Что это такое? Это система или технология, технология распределенного реестра, которая помогает хранить общее состояние на всех нодах в сети. То есть у нас есть блоки, они выстраиваются в цепочку. И такая цепочка идентичная должна быть у всех участников сети. Чтобы это действительно было правдивым и распределенным реестром в целом. И что же нам в этом помогает? Тут есть нод, это агент в распределенной сети. Это пир или в целом. Обычно узел называется или нода. И алгоритм консенсуса, который решает, какие данные должна эта нода записать себе в реестр. Какие есть алгоритмы консенсуса? Proof of work. Замечательный первый алгоритм консенсуса. Основой его является то, что майнеру нужно для того, чтобы записать блок себе в Ledger, решить математическую проблему. В чем заключалась суть? В том, что математическую проблему решить обычно сложнее, чем проверить доказательство решения. Сейчас очень сложно стало решать ее. 16 нулей надо в начале биткоина, чтобы подобрать правильный хэш. И это требует огромных вычислительных мощностей, затраты на электроэнергию и все дела. А когда биток еще и падает, то вообще невыгодно. Или эфир тот же. Так что proof of work потом преобразовался в proof of stake. Считалась эволюцией алгоритмов консенсуса. Что же такое proof of stake? Proof of stake это когда благодаря рандомному механизму на основании токенов на счету ноды выбирается узел, который валидирует блок. То есть если у тебя больше на счету, то больше вероятность, что ты провалидируешь этот блок и запишешь его в систему. Но тут тоже есть свои нюансы в том, что нет доказательства правдивой работы на ранних этапах. То есть я вот проработал года, заработал себе токены, новый участник сети зашел, сразу купил эти токены, залил на стейк и мы типа равны. Но на самом деле это неверно. Не должно такого быть. Потом выбрал… Эволюции было два. Это proof of authority и delegated proof of stake. Я расскажу вкратце про два. Proof of authority здесь не указан, но это как раз помогает решить вот ту вот первую проблему. Когда нода набирает себе репутацию, а не токены в сети просто. То есть ты провалидировал и записал правильный блок, тебе за это начислили репутацию. Провалил какой-то блок и другие ноды признали его невалидным, тебе снимают репутацию. Доказательство твоей работы правдивой, а также delegated proof of stake – это когда у ноды токены на счету являются весом для голосования за валидатора определенного, который должен выбрать. То есть каждая нода голосует за того, кто должен провалидировать и записать блок. И чем больше токенов на счету, тем больше вес этой ноды в голосах. Есть PBFT-алгоритм консенсуса, который основанный на пересылке сообщений. То есть тут надо, чтобы каждая нода получила две трети от других нод, две трети голосов за этот блок от других участников сети, чтобы его записать. Тут одной из проблем является то, что уж слишком много сообщений, и сетка плохо масштабируется. Чем больше участников, еще больше сообщений, долго принимается решение и все остальное. И есть вариация этого алгоритма, Algorand Agreement называется. Там, где используются раунды с таймингом. То есть у каждой ноды есть свой таймер, и ты за это время должен сделать свой голос. То есть голос ты делаешь в трех экземплярах. Ты делаешь голос на этот раунд, итерационный луп, и на следующий раунд. То есть если какая-то нода не успела в этот раунд записать этот блок, то на следующий раунд она увидит твой голос и поймет, что там действительно было две трети, и я его себе записываю. В принципе, вот такое вот. Говорят, что он очень быстрый, потому что тайминг можно уменьшать, но все равно, когда есть время, это не прям быстро очень получается. Типы сети. Какие есть типы сети? Обычно такое подразделение на три. Это публичное. Это когда каждый участник сети может и посылать в нее транзакции, и поднимать себе ноду, подключать ее в сетку. В консорциуме это значит, что любой участник может посылать транзакции, но уже не любой может поднимать ноду. А приватное это значит, что только удостоверенные могут посылать транзакции и поднимать ноду. То есть уменьшается все это. Публичный все могут все. В консорциуме все могут только посылать транзакции. В приватный все ничего не могут, в принципе, если им это не разрешить. Вот такие три типа сети. Про фреймворки и платформы, которые можно использовать для построения вот таких вот громадных систем, как казалось бы. Софтус, фабрик, это представители Hyperledger проекта под Linux Foundation. Сабстрейт это Parity и Corda от R3. Про Corda вам будут рассказывать позже. Я больше на Hyperledger сделаю внимание. Расскажу про Софтус и про фабрик. Софтус это разработка Intel. Опять же, как часть проекта Hyperledger. Текущая версия это 1.1.5. Стартовал примерно в 2016. Четкой даты там нет. Какие языки Python и Rust? Python еще чуть-чуть существует, но Софтус полностью пытается перейти на Rust. Это получается не быстро, потому что он сначала на Python был сделан, потом поняли, что это была ошибкой. Ну, там про Python расскажут побольше. Тут Python ошибка больше, чем помощь. А так же SDK на JS можно писать на Python, на Rust и на Go. Вот так вот. Расскажу про архитектуру этой платформы. Из чего же она состоит? В принципе, есть валидатор и все, что внутри него. Есть REST API, есть транзакшн-процессоры. И что это все означает? Транзакшн-процессоры отвечают за бизнес-логику вашего решения. Любого. Вы их пишете сами и подключаете как отдельным сервисом к валидатору. Транзакшн-процессоры общаются с валидатором по ZRMQ в основном. Вот оно так устроено. Причем Софтус написал свою реализацию ZRMQ. Зачем, пока непонятно, но вот написали. Клиенты. Отвечают за клиентскую логику. Там могут быть ваши RPC или там что-то другое. Также здесь у клиентов есть Софтус CLI, который общается с валидатором по REST API. Но также клиенты могут общаться с валидатором напрямую по ZRMQ тоже. Как мы делаем в Remy, например. Также Consensus Engine. Вот эта сущность позволяет вам реализовывать свои алгоритмы консенсуса и подключать их в сеть. То есть любой алгоритм, который вы хотите использовать, можете использовать в Софтусе. Софтус предоставляет три алгоритма консенсуса. Это Raft, Poet и PBFT. Мы допилили еще свой, но я об этом рассказывать в принципе не буду. Но в целом это такой интерфейс для того, чтобы вы могли имплементировать свои алгоритмы консенсуса здесь. Консенсус прокси отвечает за то, что все хорошо и ты можешь коммуницировать с блок менеджментом, который отвечает за выпуск блоков, валидацию блоков, отмену блоков, все, что касается блоков. State. State записывается в LMDB. Это такая база данных Lightning Memory Mapped Database. Как по мне это очень неудобно и нам сейчас много с этим проблем доводится решать, потому что она жрет невероятно память, особенно на запись. Очень много памяти потребляет оперативный. Валидатор может уходить в 2,5, в 3 гигабайта. Сколько не дашь, он все равно будет потреблять сколько угодно памяти. В официальной документации LMDB написано, вы типа не переживайте, операционная система сама освободит, когда ей надо. Но типа не происходит такого. Вот так вот, да. Я общался с Амунсоном, это один из разработчиков Hyperledger Softus. Он сказал, что если вы хотите внедрить свою базу данных, пожалуйста, есть транзакт-проджект, вы можете туда контрибьютить, типа занимайтесь. Транзакшн-хэдлинг. Это обработка транзакций, которая решает, какому транзакшн-процессору отдать вашу транзакцию. Ну, peer-to-peer-нетворк, все понятно, в принципе, отвечает за коммуникацию в сети. Между нодами. Вот такая вот архитектура у Softus. Ключевые концепты Softus. Это простая, очень удобная адресация на основе family names. Что такое family names? То есть вы делаете свою бизнес-логику, за которую отвечает транзакшн-процессор вот здесь вот. И каждый транзакшн-процессор отвечает за свой family name. То есть это как namespace, такой, как папка, в которую вы закидываете, или файл в папке, который вы закидываете логику для определенного типа транзакций, которую вы хотите там променеджить. Например, вы хотите переслать токены из аккаунта в аккаунт. Это будет менеджить family name аккаунт, допустим. Вы его так назовете. Или, например, вы хотите сохранять какие-то данные. Вы назовете это, не знаю, storing family name, что-то такое. И будете сохранять туда данные. Система адресации устроена так, что первые шесть символов адреса отвечают за family name. То есть там берется SHA-256 от family name, обрезаются первые шесть символов и вставляются в начало адреса. Остальные 64 символа, адрес состоит из 17 символов, и это HEX формат. Остальные 64 символа используются для структурирования всех транзакций внутри вашей family name, внутри вашего namespace. То есть там достаточно много может поместиться транзакций. Гибкая система пермишенинга. Это достаточно удобно. Вы можете построить систему любого типа на софту. То есть публичную, консорциум или приватную. Потому что транзактор keypermissioning отвечает за то, кто может посылать транзакции. То есть если вы скажете, что любые типы транзакций могут любые слать и все, то это будет публичный или консорциум. Если вы скажете, что никто не может кроме вот этих вот публичных ключей посылать транзакции в мою сеть, то это будет уже приватная. Валидатор keypermissioning отвечает за то, что нода может подключаться в сеть и работать в ней, верифицировать блоки и записывать их в свой леджер. Если вы тут поставите все ноды, это будет публичная. Если вы поставите тут определенные ноды, это будет уже консорциум или же приватная сетка. Вот это очень интересный пункт. Параллельное выполнение транзакций. Софтуз, как я показывал чуть выше, блоки, я показывал обрезанную версию, там транзакции хранятся прямо в блоках. Это для объяснения такого, что такое блок. У Софтуза устроено так, что транзакции хранятся в бачах, а бачи хранятся в блоках. Казалось бы, зачем этот промежуточный этап нужен? Это же увеличивает только память на хранение данных. Да, память на хранение действительно увеличивает. У нас получалось так, что 2000 блоков с RSA публичными ключами, которые мы там хранили, занимали около полтора гигабайта. Это достаточно много. Но оно делает еще одну прекрасную штуку. У транзакции есть инпуты и аутпуты. Это адреса, которые она может читать, инпуты, и аутпуты, которые менять. На основе этих адресов, инпутов и аутпутов, транзакции записываются в бачи. Если видно, что две транзакции меняют один и тот же адрес, они записываются в один бач. А другие транзакции, которые с этим адресом не взаимодействуют, записываются в другой бач. Тем самым, если у вас правильно настроена система, то эти два бача уйдут в параллельное выполнение. Потому что они друг от друга не зависят, они не влияют на одни и те же адреса. И вы можете их выполнять параллельно. Тем самым увеличивая скорость принятия решения в сети. Это очень удобная вещь. Мы, правда, ей еще не пользовались, но придем к этому. Ну и гибкая настройка алгоритмов, консенсус. Да, как я уже сказал, благодаря вот этой замечательной сущности мы можем настраивать свои алгоритмы, консенсус, подключать ее в сеть, они будут работать, все хорошо, мы на себе проверяли. Также Softus предлагает три алгоритма консенсуса. Это Poet, PBFT и Raft. Poet, Proof of Elapsed Time. Intel, замечательная корпорация, которая все старается привязать к своим железякам. В данном случае она и алгоритм консенсуса привязала к своим железякам, потому что алгоритм основан на transaction-executor-environment и работает на Intel-овском SGX только. Вот пока что. Очень непрактично сейчас, но в принципе в будущем, наверное, будет более практично. Основан на времени. Там идет лимитированное количество времени для принятия решения. Кто быстрее принимает, тот и записывает. Все очень просто. Доверять можно, потому что это в transaction-executor-environment. Доступа к этой памяти ни у кого нету извне. То есть все, что там происходит, всему можно доверять. И подписывать ключом SGX, ключом самой железяки, на котором это выполнялось. PBFT я рассказывал. Raft. Ну, Raft это все очень просто. Там жесткий лидер есть, который говорит своим подчиненным, какой блок принимать. Как лидер выбирается? Выбирается посредством рандомного тайминга. То есть у каждой ноды запускается рандомный таймер в начальном этапе. И когда он приходит к концу, если она не получила от лидера какой-то коммуникации, то она говорит, что я лидер. Все. И отправляет другим, что она лидер. Все принимают это и понимают, что она лидер, пока она их пингует. Как она прекращает пинговать, опять идет отчет таймера. И другой кто-то, кто быстрее тайминг уменьшил, становится лидером. Вот такой алгоритм консенсуса используется, кстати, в репликации MongoDB. Raft. И ETCD. KeyValue Storage. Да. Так что не только в блокчейне используются алгоритмы консенсуса. А что в чрезвычайном лидерной козе вне зависимости от таймера ожидается про лидера? Ну, на самом деле ничего. Поэтому он используется в основном в приватных и тех блокчейнах, которые где-то знаешь, с кем ты работаешь. Ну, то есть, например, ты делаешь репликацию MongoDB, да? Ты знаешь, что у тебя три сервера. И они там работают по Raft. И тебе не важно, кто из них лидер в принципе. Фабрик. Под разработкой IBM. Тоже крупнейшая корпорация. Да, Intel, Фабрик. Тоже Hyperledger проект. Тоже Linux Foundation. Текущая версия 1.4. Начало разработки. Тоже примерно 2016 год. Язык разработки Go. Очень интересно, что язык разработки Go, а официального релиза Go SDK нет. Потому что ребята наточены на Enterprise. Но также нету C-Sharp. Тоже странно. Они в основном поддерживают Яву и JS. Как устроена архитектура фабрика? Так как фабрик заточен под Enterprise, они являются Permissioned Blockchain системой. Это значит, что чтобы участвовать в этой системе, в этой сети, надо пройти идентификацию. То есть каждый участник идентифицирован. И на основе этого можно участвовать. То есть там все. Типа ноды, если ты хочешь, ты должен идентифицировать. Или просто приложение, которое ты на этом строишь. Все должно быть идентифицировано. И этим занимается membership service. Как это вообще происходит? У Hyperledger есть свой C.A. который отвечает за выпуск сертификатов пользователей. Как зарегистрировать свой C.A.? Там получается так, что у каждой организации есть свой membership service provider. Ты его регистрируешь, регистрируешь на какое-то имя и регистрируешь на него своего C.A. То есть только этот C.A. может выпустить сертификаты этой организации. Организация регистрирует MSP и регистрирует на этот MSP свой Root.C.A. Он отвечает за выпуск сертификатов своим участникам. Сертификаты участникам выписываются обычным X509 сертификатом, который используется у нас в опять же этой замечательной цифре букве S в HTTPS. И там Organization Unit ставится именем организации. Там я дальше покажу. Вот атрибуты X509 сертификата, регистрация обязательно и репутация того участника, который в сети работает. Peer-to-peer протокол. Тут тоже все понятно. Ledger Storage. У них данные записываются в LevelDB. Они сделали более правильно по сравнению с Softus. Также у них есть возможность подключить к OHDB. Там в отличие от простого K-Value Storage можно хранить data-oriented структуры, документ-oriented. Distributed Ledger и Consensus Manager отвечают за принятие решения в системе. Так как у них все идентифицированные участники, то есть они все могут доверять, у них используется банальный RAFT, как я и говорил до этого, как алгоритм консенсуса. А также используется Kafka, который есть в Zookeeper и Apache. Chain code. Chain коды – это примерно то же самое, что транзакшн-процессори в Softus. Только тут chain коды пишут уже разработчики, которые работают на уже готовой платформе. Если в Softus ты должен написать транзакшн-процессор и его подключить как отдельный сервис, то здесь ты можешь послать просто chain код импортировать в сеть и работать с ним. Но также это могут сделать только те, кто прошли идентификацию. То есть разрешенные пользователи сети для разрешенных организаций. То есть все построено на пермишенах, и это очень удобно для энтерпрайза. Также chain коды исполняются в отдельном докер-контейнере. Типа в отдельной среде, чтобы они исполнялись более правильно. Permissioned Network, как я и сказал, это ключевой компонент Softus, потому что он ориентирован на энтерпрайз решение. Энтерпрайз обычно все должны знать, кто есть кто, и кто действительно что-то там сделал, что-то послал, кто это был. Certificate Authority, который действительно отвечает за выпуск сертификатов для каждого из участников организации. Приватные данные. Суть в том, что SoftFabric хранит данные и делится им двумя способами. Либо он делится актуальными данными, либо он делится хэшами данных. Если ты разрешаешь пользователям или другой ноде получить свои приватные данные, то ты ими меняешься. Если не разрешаешь, то ты меняешься хэшами этих данных. Вот так там устроено. Каналы. Это такие приватные подсети, которые соединяют участников сети. То есть нод между собой их могут соединять разных участников сети с разных организаций. Поэтому у каналов есть свой в дальнейшем полисе. Ордеринг сервис отвечает за то, как нужно правильно расположить транзакции. То есть у SoftUS такой у фабрика. Такой принцип, что ты сначала выполняешь транзакцию в канале, потом ордеринг сервис решает, в какую сторону, в какую в каком порядке их поставить и дальше верифицируется это уже на перах. В ордеринг сервисе также вот консенсус алгоритм принимает решение. Вот как организованы системы пермишенингов в фабрике. Как я и говорил, есть организация первая и вторая. И они регистрируют свой мемборщип сервис провайдер первой и второй организации. И регистрируют на него своих CEF, которые могут выпускать сертификаты под эту организацию. Так же и для второй. Дальше. Эти сертификаты выдается людям, где ставится organization unit как название этой организации. Точнее мемборщип сервис провайдера. И channel policy знает кто к нему должен обращаться и кто должен коммуницировать в этой сети. Вот такая сложная схема, но при этом предоставляет полный контроль над участниками сети. И полезные ссылки могу скинуть после презентации. Так что на этом все. Спасибо. 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 Собственно вопрос по алгоритмам консенсуса. Ты упомянул, что произошла такая эволюция сказать, скроу в босс. Но у меня вопрос касательно босса. Там внутри есть какой-то алгоритм в секте рандомный. То есть он на самом деле не особо рандомный. И как бы хотелось бы подруги услышать. Поэтому вот. То есть просто как он работает, доказано уже временем, и его там очень хорошо протестили во всем. Но вот босс как бы он тоже работает, но есть нюансы. Хотелось бы послушать с вами этот счет? Да, это верно. Рандомный механизм децентрализованной сети построить очень трудно. Можно основываться на хэше предыдущего блока как сет какому-то зерну для алгоритма рандома. Но опять же предыдущий блок можно подстроить так, чтобы тебе было выгодно, чтобы он давал тот рандом, который тебе выгоден. Поэтому Proof of Stake применяется едва ли на самом-то деле. Это очень большая проблема сейчас для организации распределенного генератора рандомных чисел. Нет, это предполагалось как эволюция. Я об этом и говорил. Это предполагалось как эволюция Proof of Work. Типа, что не надо тебе тратить огромное количество вычислительной мощности, чтобы замайнить блок, это можно как-то переделать. Это было первой попыткой поменять что-то, которое уже правда работало. Но работало не так хорошо, как хотелось бы. Вы упоминали о типах сети, о приватной, консорциуме и публичной сети. С Вашей точки зрения, для бизнес-решения какую сеть лучше использовать и есть ли возможность объединения сети в рамках решения одной бизнес-блэча? Объединение... Для бизнеса надо использовать хотя бы консорциум, там, где ты знаешь, что твоими данными твои данные хранят действительно те, которым ты разрешил их хранить. А также лучше использовать то, что предоставляет фабрик, потому что ты полностью контролируешь, кто сетью пользуется и кто это все хранит. то есть полный контроль для enterprise это важно. Спасибо. Так, ребят, у нас время проживает. Давайте еще два вопросика и будем закругляться с первым докладом. Спасибо за доклад. Было очень интересно. У меня вопрос. Мы сегодня говорили про consensus про proof of work и есть такая проблема, что он потребляет очень много энергии на вычисление по сложности 8-0, 15-0. Так вот, и сейчас многие, уже несколько лет назад, насколько я знаю, многие бизнесмены все фирмы переносят в одни локации там, где находится, ну скажем так, там, где энергия не столько дорого стоит, как в других странах. Вот, и здесь я вижу как бы проблему такую, как, ну, 51%, да, а так, что система становится, блокчейн, она же как бы дистанализованная и главная суть. Она становится как более централизованной, потому что находится, ну, допустим, в Китае, условно говоря. Вот, какие видения у вас на этот, да, 51% и так далее. Ну, все верно. Также хотелось бы сказать, что большинство нот в основном хранятся на Амазоне. типа Амазон выключает свои серваки, все блокчейны падают, будет тут о какой децентрализации, казалось бы, можно разговаривать. Поэтому участники сети, которые хотят действительно в ней участвовать после того, как кто-то принял решение все выключить, они используют дедовские методы с обычными ящичками в серверной, ставят туда свои ноды и работают. Да, 51% proof of work, 51% токенов proof of stake везде есть эта проблема в принципе. Окей, давайте последний вопрос. Ну, тут два человека. Выбирай любого. Выбирай, кто больше. Ну, ты задавал, давай. Спасибо, спасибо за доклад. Вопрос такой. Есть ли легковесный фреймок для мобильных платформ? В плане того, чтобы его засунуть внутрь мобильной платформы? И Роха, да. Hyperledger и Роха. Окей, вопросы закончились. Все, спасибо большое за доклад. Тогда спасибо большое